Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерия Седов. Сегодня у нас в гостях Елена Морозова, заместитель управляющего отделением Банка России по Рязанской области. Здравствуйте! Добрый день! У нас в Рязани проходят дни финансовой грамотности. Что вообще это в целом за мероприятие такое? Добрый день! Да, действительно, такой даже, наверное, двухнедельный цикл у нас, начиная со 2 по 13 октября. Мы с нашими партнерами, правительством, различными ведомствами, налоговый, Роскомнадзор, Роспотребнадзор проводим мероприятия для самых различных групп населения. В том числе даже на этой неделе, на текущей неделе мы выезжаем в районы Рязанской области и проводим различные просветительские мероприятия. Для детей это могут быть какие-то мастер-классы, конкурсы, квизы. Различные совершенно форматы. Ну, две недели такой маленький срок. Неужели можно человека научить всему или хотя бы чуть-чуть? Нет, конечно, мы отдаем себе отчет, что за две недели мы все население Рязанской области и охватить не сможем. Пусть у нас и команда, но все равно. Но мы таким образом за эти две недели, проводя эти мероприятия, мы привлечем внимание населения к теме финансовой грамотности. Я очень на это надеюсь. И вот наш сегодняшний с вами эфир, он в том числе, я думаю, даст пищу для размышлений людям, почему нужно погружаться в тему финансовой грамотности и почему нужно уделять этому большое внимание. Такой небольшой вопрос. Говоря о финансовой грамотности, какие понятия мы туда включаем? Что основное, чему вы планируете научить рязанцев? Мы планируем научить рязанцев правильно обращаться с финансовыми продуктами и услугами. Мы планируем научить рязанцев противостоять мошенникам, которых сейчас бесчисленное множество, как на финансовом рынке, так и в рамках кибермошенничества с использованием так называемых методов социальной инженерии. Поэтому это вот такие основные моменты. Ну, тематик может быть много. Даже такая простая тема, как правильность определять подлинность банкноты, не попасть на неплатежеспособную банкноту в магазине или где-то при обмене между людьми, это же тоже важно для людей, потому что это потеря финансовых средств. В этом месяце вступает закон об информационном обмене между системой МВД и банком. Как это будет все работать? В Банке России создана специальная служба, которая называется Финцерт. В этой службе хранится вся информация о попытках незаконных списания денежных средств со счетов клиентов. И службы МВД будут иметь прямой доступ к этой базе обо всех счетах и куда уходили средства, списанные незаконным путем со счетов клиентов. И это позволит ускорить обмен информацией, МВД принимать меры по возбуждению уголовных дел. Все эти данные будут предоставляться МВД в рамках закона, в том числе о соблюдении банковской тайны. И это позволит быстрее останавливать и предупреждать мошеннические действия. Другой момент, он касается как раз таки кредитов. С 1 октября у нас вступил в силу другой закон, что людям сложнее взять кредит, особенно если у них уже есть непогашенный кредит. Мы вообще, Банк России наблюдает за тем, чтобы показатель долговой нагрузки, так называемый ПДН, не превышал определенного уровня. Потому что чем больше возрастает закредитованность граждан, тем сложнее потом гражданину жить с этой долговой нагрузкой. И, соответственно, он уже меньше сможет тратить, меньше может у него сократиться спрос. И мы таким образом снижаем еще экономический рост в целом в стране. Поэтому для того, чтобы ограничить вот эту нагрузку на заемщика, Банк России вводит эти новые требования по максимальному ПДН. И, в принципе, банк может выдавать кредиты заемщикам с высокой долговой нагрузкой, но это кредитным организациям невыгодно, потому что у них будет больше нагрузка на капитал. И таким образом Банк России вот макропруденциальными нормами пытается сократить такое давление. Чтобы снизить такие риски, Банк России устанавливает макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций, которые предоставляют займы гражданам на выдачу этих рискованных потребительских кредитов займов. В первом полугодии текущего года лимиты по потребительским кредитным заемщикам с этим показателем ПДН выше 80% должны были составлять не более 25%, не более четверти в общем объеме выдач банков. Если сравнить, как было ранее, то более трети таких кредитов было в портфелях. С нагрузкой более 80%. А сейчас на третий квартал требований сократились на 5% пунктов до 20%. Эти повышенные требования к капиталу финансовой организации на привыдаче кредитов, на которые распространяются надбавки, банкам нужно запасать больше собственных средств. И в результате такие договоры становятся для них менее выгодными. С 1 октября также повышены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Этот вид кредитования растет наиболее быстро, но ускорение происходит за счет расширения ипотеки по более рискованным группам клиентов. И надбавки, которые установлены с 1 октября, они направлены на то, чтобы банки и микрофинансовые организации наиболее тщательно оценивали долговую нагрузку клиентов. Наиболее жесткие требования установлены для новостроек. Например, по кредитам с первоначальным взносом ниже 10%, то есть когда собственных средств менее 10%, коэффициент 9%, а был 1,5%. Например, что это значит? При расчете нормативов достаточности капитала, когда банк считает в знаменателе капитал, в числителе те активы, то есть те кредиты и активы, в которые были вложены средства, на каждые 100 рублей кредит банк должен забронировать 900 рублей капитала. То есть, а раньше было 1,5, 150 рублей капитала. Чем выше первоначальный взнос, тем меньше коэффициент этой нагрузки на капитал. При стабилизации ситуации на ипотечном рынке банк России готов вернуться к снижению этих надбавок. А если говорить о другом варианте? Если человек взял кредит и потерял источник дохода, как быть в такой ситуации? Ну, наверное, я начну с того, что лучше не делать. Лучше не скрываться от кредитной организации или от микрофинансовой организации, а вступить с ними в диалог. И лучше не брать новый кредит на погашение старого. Я не говорю сейчас в данном случае о реструктуризации кредита. Это тот способ, когда можно прийти в банк и изменить условия того договора, который был ранее. То есть, банк может пойти на продление срока, на изменение условий с точки зрения погашения процентов или погашения основного долга. А что можно сделать? Сейчас очень распространен вариант с кредитными каникулами. Кредитные каникулы у нас появились впервые, когда началась пандемия. И тогда по закону были введены эти кредитные каникулы для тех, кто потерял доход, у кого средний доход снизился более чем на 30%. И кредитные каникулы вводились на срок до 6 месяцев. Затем кредитные каникулы были, также было необходимо, продолжились и в 2022 году. А сейчас уже в июле был принят закон, который на постоянном условиях вводит механизм, постоянный механизм каникул по потребительским кредитам. То есть есть кредитные каникулы по ипотечным кредитам, а теперь вводится еще и по потребительским постоянный механизм. Планируется, что его нормы этого закона, они вступят в силу с 1 января 2024 года. И документ предполагает, что приостановить платежи по кредиту или займу смогут две категории заемщиков, столкнувшиеся также со снижением дохода более чем на 30%, а также пострадавшие от чрезвычайной ситуации. Уйти на кредитные каникулы можно будет один раз по одному договору. И вот к другому вопросу, переходя, мы вот очень много говорим о финансовой грамотности. Если говорить, наверное, о таком положительном ключе, как не о кредитах, а, наоборот, о том, как вложить деньги, да еще вложить более выгодно. Как это сделать, особенно людям, которые ничего в этом не понимают? Ну, для этого и проводятся мероприятия по финансовой грамотности. Поэтому мы и рассказываем на этих мероприятиях по финансовой грамотности, в том числе о том, чем отличается вклад от инвестиционного страхования жизни или от вложений в паевые инвестиционные фонды. Однако, конечно же, вы правы, что ситуации бывают разные. Для того, чтобы было проще потребителю разбираться в тех финансовых продуктах, которые есть на рынке, Банк России с недавнего времени разработал так называемые ключевые информационные документы. Этот ключевой информационный документ содержит в краткой форме все основные условия того продукта, который банк продает. И так как ключевой информационный документ такой стандартизированный, соответственно, каждый можно легко сравнивать условия в разных банках. Берешь условия в банке А и в банке Б, сравниваешь их и понимаешь, что тебе удобнее. Удобнее тебе больше процент или, может быть, тебе удобнее возможность снимать, пополнять средства, вложенные в банки. То есть это для упрощения, сравнивания условий. Конечно же, мы иногда видим, что бывают обращения в Банк России о том, что не совсем хорошие практики существуют при продаже финансовых продуктов. Вот, например, совершенно недавно были два обращения от людей достаточно такого уже взрослого возраста, назову это так, когда человек вложил 100 тысяч рублей, получил в доход определенную сумму, и ему рекомендовали еще раз разместить эти средства. И он не обратил внимания на то, что он размещает их уже не во вклад, а в другой продукт, в паевый инвестиционный фонд. И теперь он даже и забрать их не может, и доход там не гарантирован. Забрать их не может, потому что эти средства должны пролежать определенное время, от трех до пяти лет, в зависимости от условий вложения этих средств. И если ты забираешь их раньше, то ты получаешь меньшую сумму, потому что эти средства уже инвестированы паевым инвестиционным фондом в другие какие-то активы. И забрать их в полной сумме нельзя, потому что этим паевым инвестиционным фондом эти средства уже инвестированы в другие активы. И другой случай, например, пенсионер уже в другом банке заключил договор инвестиционного страхования жизни. И когда истек срок действия договора, он вновь предложили опять же инвестировать деньги. И рязанец переподписал бумаги еще на четыре года, но обещанных средств так и не получил. И сотрудники банка при этом говорят, что вот опять же, без потери средства забрать нельзя. Поэтому вот это введение в заблуждение, так называемый мисселинг, на который все продолжают жаловаться люди, мы об этом тоже в рамках мероприятия по финансовой грамотности стараемся доносить до людей информацию, что надо внимательно смотреть договор, что подписывается и с кем подписывается. Потому что, как правило, в договоре уже указывается, что в данном случае стороной по договору является не банк, а паевый инвестиционный фонд или страховая компания. А люди, как правило, не обращают на это внимания. В общем, старое доброе, читайте мелким шрифтом, даже не мелким, а обычным. Читайте все, да. А вот эти ключевые информационные документы, КИДА, где их можно взять, посмотреть? Они в открытом доступе в интернете? Да, они размещены на сайте, в том числе Банка России. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующий нас вопрос. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok